Приветствую всех любителей и фанатов киберфутбола. Сегодня мы находимся на финале LG Ultra White Lan в Москве. С нами Алексей Мерсер, под ником Farlan играет, представляет команду Winstrike Team. Привет, Алексей. Расскажи, как для тебя прошел турнир, как в целом попал на турнир? Ну, давай с этого начнем. Всем привет. Попал на турнир благодаря инвайту от организаторов, так как представляю киберспортивную организацию. И, соответственно, здесь было много, на самом деле, приглашенных игроков, особенно, ну, в том числе, про-игроков, которые представляют организации, либо футбольные клубы, как ребята из Белоруссии. Как для меня турнир прошел? Мягко говоря, это, по-моему, был первый Лан мой, на самом деле, на моей памяти. Первый за 7 лет, сколько я играю профессионально, в котором я не вышел из группы вообще. Причина тому... Ну, я не буду долго рассказывать, попросту на сцене было катастрофически трудно играть. Я не знаю, кому я проиграл, то есть этих ребят двоих, в принципе, никогда не слышал, не видел. Это не повод говорить о том, что ребята слабые, безусловно, сюда отобрались. В любом случае, ребята скилловые. И я думаю, что кто-то из них, естественно, и должен победить. То есть, потому что вылетел и я, и вылетел и Афангес. Это, ну, объективно, были якобы фавориты турнира, скорее всего, потому что мы два про-игрока, которые показывают на протяжении сезона неплохие результаты в СНГ, и не только. Я бы сказал так, что твой результат, он почти лучший, наверное, в СНГ в этом сезоне. Ну, несмотря на мои два провальных, две провальных поездки на LAN-турниры, где мне не то, чтобы не хватило скилла, на самом деле, мне не хватило опыта, не хватило моральной подготовки, на самом деле, потому что на тренировках с ребятами многими я играл довольно-таки уверенный, блин, больше час выигрывал матчи против топ-игроков. На турнирах, к сожалению, не удавалось, наверное, правильно настроиться и принимать игру такую, как она есть, потому что, ну, схожие были ситуации в том, что на разминку у тебя одна игра, а когда начинаются стримы, и все начинают играть одновременно, игра кардинально меняется, и к этому нужно просто быть готовым. К сожалению, я пока что еще не нашел те методы, эти способы, как с этим бороться. Ну, они по-любому есть, будем стараться, естественно, в следующих турнирах уже оправдывать ожидания, скажем так. Ну, пока это мой, пожалуй, самый худший турнир за, наверное, даже всю карьеру, по сути. Ну, разница в игре между теми игровыми местами, откуда ведется трансляция, откуда не ведется, мы, ну, в принципе, мы все об этом знаем, и это, ну, известный факт, но пока это все время происходит, будем бороться, пытаться искать решение, на самом деле. Расскажи немножко о том, как вот, как ты попал на турниры в Англии, и в целом, что они для тебя дали, вот так, как для игрока. Вот какой такой неоценимый опыт, например, или, ну, тот опыт, которым можно поделиться уже, не секрет, например, с другими игроками, чтобы им в прошлом, в следующем сезоне было проще попасть туда. В первую очередь попал благодаря, наверное, своей организации, безусловно, я очень сильно им благодарен, в том плане, что, ну, банально, я играю из дома в квалификациях на такие турниры, я практически далеко не мог заходить, то есть я несколько раз выходил в плей-офф, но сразу проигрывал. Ну, не скажу, что прямо этому виной лишь мой интернет и то, что я живу далеко от серверов, но это просто-напросто было одной из причин, которые влияли на итоговый результат. Собственно, благодаря WinStryk я дважды поехал в Берлин, они меня отправили на буткемп. Берлин, собственно, это практически эпицентр, где находятся все сервера этой игры. То есть играть оттуда раза в два-три, наверное, приятнее, чем, например, с Киева, и примерно как так же и с Москвой сравнимо. И дважды за мои поездки я дважды отобрался на два лан-турнира. Отборы были против лучших игроков мира, и чтобы, ну, по факту, чтобы получить квоту, нужно было как минимум двоих игроков из топ-10 мира обыграть, чтобы мне, в принципе, удавалось. Соответственно, таким образом я и поехал. Опыт на самом деле неоценимый, потому что на лан-турнире, когда ты приезжаешь, ты рассчитываешь на то, что, ну, например, как у меня было в первом, с первой поездкой, это был Лондон, мы начали... Это вообще был мой первый такой большой международный турнир. У нас было два дня на тренировке, я, естественно, много практиковался, с ребятами играл, которые так же отобрались. То есть многие из них были в топ-20 мира текущие. И опять же, таки, факт в том, что я, ну, три из двух матчей я выигрывал всегда. То есть я считал, что я прям в очень хорошей форме и смогу показать хороший результат. А по факту, когда начинается турнир, совсем начинается другая игра. Это трудно объяснить, особенно людям, которые, в принципе, не принимают участие в турнирах. Это вообще, наверное, непонятно. Со стороны я бы сказал, что это даже не увидеть. Это абсолютно невозможно понять, да. Все почему? Потому что это может понять по факту либо проигрок, который очень сильно разбирается в этой всей сфере, либо только тот игрок, который держит в руках джойстик. То есть когда становится отклик гораздо более длительным, когда ты понимаешь, что у тебя команда не бежит, как она должна двигаться, например, на поле, то есть ты уже не можешь комбинировать. Либо когда начинают твориться очень интересные вещи в обороне, то есть твои защитники умышленно под управлением искусственного интеллекта отходят от мяча, например, либо отходят от нападающего, на которого летит мяч, хотя должны, естественно, прессинговать. Собственно, такие вот микромоменты, по ним просто становится понятно, если говорить о стримах. Ну а попросту, на самом деле, опыт в том плане, что я понял, что на Ланах, когда я туда приехал, я рассчитывал, что там будет просто идеальный коннект, идеальные условия. Они были на тренировках, на самом деле, было потрясающе коннект, потрясающие отклики и так далее, но на самих турнирах нужно привыкать, потому что там все очень сильно отличается. В принципе, как и здесь у нас получилось, вчера мы на тренировках играли много матчей, я сыграл и с Афангесом, и с Артемом Висхи и так далее. Со всеми, в принципе, было все очень хорошо. Много еще получалось, естественно, больше победил гораздо. А по факту на турнире сейчас сел на сцену, и я не знаю, кому я проиграл, то есть, ну, фактически просто парень этого не знаю. Как он сказал, мой подписчик, и вообще приехал на первый свой турнир. Ну, то есть парадокс, я не знаю, для кого-то будет ли в этом то, что я проигрок и показываю такие результаты просто на протяжении сезона, а потом проиграл парню, который первый раз на турнир приехал, ну, 3-0 причем, ну, я не знаю. Сложно что-то комментировать в этой ситуации. Ну, посмотрим на результат турнира и оценим, может, действительно... Нет, возможно, я не спорю, он уникальный. Возможно, он очень хороший игрок будет. Просто, ну, по одному матчу трудно осудить, тем более, такому, как который у нас был, на самом деле, где у меня было 12 ударов, у него 5, но это не суть. Это не суть, это FIFA. То есть иногда просто-напросто тебя можешь не вести. По факту, да, мне интересно будет посмотреть, действительно, за итоговыми результатами турнира. Ну, я думаю, что он должен куда-то пробиться там повыше. Спасибо, что рассказал столько всего. Ну, расскажи немножко теперь о своих планах на будущее, на ближайшее, вот, на лето. У меня есть еще несколько турниров, на которых я буду принимать участие. Это и онлайн-турниры от Лигы онлайн. Я могу рекламировать? Да, называй. Это и турниры от Лигы онлайн на 4 тысячи долларов, по-моему, призовые фонды. Это и локальные турниры, которые проводятся в Киеве, от Федерации киберфутбола Украины. Рано или поздно они тоже делают турниры периодически, раз в полгода, но все же. Ну, а так-то, лето, на самом деле, FIFA как кибердисциплина, она умирает. С последними турнирами где-то в июле, которые проводятся, ну, обычно так, и очень редко в конце сезона еще, ну, по крайней мере, турниры, где я бы мог принять участие, они уже не проводятся. В Украине, соответственно, и в онлайне тоже. Поэтому надо будет проводить, естественно, работу над ошибками, учитывать весь этот опыт, который был получен за этот сезон, и, естественно, использовать его в свою пользу уже в новой FIFA 20. Ну, все мы будем этим заниматься, в принципе. Ну, да, да. Ну, у всех, я думаю, у многих, точнее говоря, разные подходы к этой игре. Кто-то занимает этим профессионально, кто-то просто по фану приходит поиграть. У меня, так как профессиональный подход должен быть, и он и есть, собственно. Поэтому я буду готовиться просто максимально на новый сезон, чтобы с самого начала уже быть в топе. Ну, будем стараться, безусловно. Ну, чем больше профессиональных игроков, тем лучше, на самом деле. Мы сами все время хотим, чтобы их было больше. Ну, и активность, на самом деле, у нас не заканчивается в России. В принципе, мы тебя еще не раз пригласим. А дальше уже сам решай, приезжать или нет. Это летом у вас будет еще? У нас будет еще и турнир в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Потом также целая серия турниров от LG будет проходить. LG Ultra Wide. Условия будут, в принципе, те же самые, но мы будем изучать этот вопрос со сценой. Обязательно пригласим. Ладно, спасибо тебе за участие. Спасибо. Желаем тебе удачи. Спасибо. Спасибо.